...это сейчас, в России повезло больше, но в середине 21 века... У меня просто такое ощущение, что традиция такой «золотой Орды», давайте так все оставим. Нет, 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 просто мы должны согласовываться, но свои устремления, следовая, должны согласовываться реальностью. В этом смысле мы живем скорее в Казахстане, чем в Швеции, и все-таки наши реалии более казахстанские, чем в Швеции. Пожалуйста, пожалуйста, я и Ирина, кто это? А, вы, кто я, это? Ну, потом они? Я, конечно, не буду. Не так потому, что нынешняя наша правящая партия «Единая Россия» партии авторитарного склада не приходится, а генетически ее происхождение совершенно очевидно. Там где-то поблизости нашел в России подобные организации, но это не главное в генетическом происхождении этой партии. Главная партия, с которой она и действительно и происходит, это «Единая Россия». Конечно, КПСН. И если мы посмотрим в биографии лидеров этой самой «Единой России», то мы увидим совсем непрактического КПСН или КГБ, что, в общем, где-то близко, поскольку КГБ являлся автороженным отрядом КПСН. И суть, на этот год, когда эти партии называются «Единой России». И до тех пор, пока вот это наследие этих жителей не будет, ничего хорошего в нашей стране у нас ждет. Ведь очиститься от этого правового стариферного прошлого – это не так просто. Конечно, значительная часть народа нашей страны – это люди, которые об этом просто вспоминают с ужасом, люди, которые из социализма пострадали, но есть те, кто осуществлял вот эту преступную деятельность режима, и они заинтересованы совершенно противоположными. Им историческая правда не нужна, а им очищение от коммунистического стариферного прошлого – не нужно. В коммунистическое время, как знают те люди, которые в то время жили, существовала глубокая тропость между властью и остальным населением страны. Они и мы, и между ними тропость. Сейчас мы наблюдаем то же самое, и это является продолжением того, что мы имели в прошлом. Тропость – это существует. И по мере роста недовольства в стране АЭС тоже происходит, происходит и углубление тропости, и поляризация недовольства. Оно идет по двум направлениям. Принимает формы радикализма правого и левого. Мы имеем перед глазами рост ультралевых настроений и ультраправых на индуцессии. Конечно, если мы пойдем по демократическому пути, и левые, и правые, и ультралевые, и ультраправые, наверное, должны быть представлены. Представлены в списках политических сил, принимающих участие в выборах, но за исключением, конечно, организаций экстремистов. Экстремисты – организации, соповедующие насилие или де-факто насилию предчастности. А как вы определите, кто есть экстремист, а кто нет? По факту. А вот у нас сейчас определяют куча людей сидит в фирме. Смотря за что? На заборе надпись написали экстремисты. Смотря какая надпись. Вот здесь требуется очень... Так они так же объединяют, смотря какая надпись. Может быть, не надо все-таки всего этого? Смотря какая надпись. А кто будет определять, какая надпись правильная, а какая нет? И закон. Суд и закон. А суд должен соответствовать закон. Вот я и говорю, сидит куча людей по закону, по суду. Если надпись содержит себя призывом на теле, по любому принципу, по религиозному, по расовому, по национальному, по классовому, это не допустим. А при этом вполне имеет право, что надпись вполне цивилизованные национальны, как и цивилизованные коммуникации. Хочу тебя сейчас, да, Димон? Только, пусть не так поверуют и не добиваются в создании воли. И, пожалуй, господом на выступление у нас все. А, Олег, и все. Два выступления, один и два. Вот я Вена Тутина, я поэст, журналист и художник. Вот первая реприка по поводу георды, гламуры, я работаю в гламурном, таком шикарном журнале, денег там не ты наливаешь, не надо уже. Деньги для тебя за игровую. Мне на плане так не вношу. Значит, вот мы когда-то, 20 лет назад, с Револьцом, Федоргом вместе буждали коммунисты, потому что коммунисты нас доставили в воли вороды, и маразм коммунистов был бы совершенно не уносив. И тогда же сейчас получались все длинные вещи, как у господина Ордова, какие-то детали, конструкции, все прекрасно. И никто не обсуждал, что будет дальше, когда коммунисты все образовали. И когда 20 лет спустя мы начнулись, я сейчас не говорю, я в шоке, потому что та страна, которую мы своими руками заваливали и переделывали, она мне ужасно не нравится. Потому что это журналисты, я вижу, что больше можно, чем вы. По поводу промышленности у нас вообще все выпущено просто. Наша страна похожа на трупы, которые привязаны через нескольные трубочки к стихалке, потому что дыхалок перекроет все, потому что нет вещества своего, не морковки, не капусты, не автобусы в Китае. Ну, все равно сами. Смотрите, снимать. Еще рассказать даже конструкцию нашей страны. Ну и по поводу политической системы. Вот не хочется, чтобы надмирно так не считать, я даже поэту, но когда-то мы проходили, что политика это длинное выражение экономики. Ну и по поводу экономики, по поводу Швеции, Минскутии. И понимать, что вот, чем лучше одно другого. Потому что Швеция тоже глубоко больная страна, которую еще и без детства занимает. Она вытащила в сторону нефти, живет, как не знает как, потрахивая, там, на лицо мира, там, и банки запускают, туда сдастся какие-то денежки, там, занимаются сферилиациями. Это не здоровая страна. Здоровая, чтобы была нормальная политика, может, вообще не было, потому что она вообще не нужна. Будет здоровая экономика, то вообще планета штукино изменится. А дело в этом не идет, потому что смотреть, до чего должна наша стивилизация, человеческая, на оконный сний производство всякого дерьма, таких продуктов, молока, дали, молоко можно почивать вообще, там, не знаю, на норму и кучу. Ну, да, чтобы более честно, переделить продукт, где будут сыты, не нужно много пахать, каждый человечество, перед страной может пахать очень понемножку. Там несколько часов занимается, как Марк говорил, там, сморачивается, там, самодостворяется, каким-то там, творчеством, теми людьми труда, которые ему как-то интересны, там, компьютерами, еще чем-то. Но при этом, значит, лечится на вся планета, представляет собой ищупленный стран монополий, деньги гоняются, ковид будет с экскурсивным капиталом, в странах, где-то сейчас производится, это торговцы теперь продают, и политика представляет собой сборку клуба элиты, когда достигающих великих политических постов, почему-то, при этом, даже так, как огромный миллиард, Такое ощущение, что элита каждой страны продает несонтальные интересы своей страны в пользу транской парадки, которая гоняет деньги. И поэтому, мне кажется, если просто создать конституцию и права человека, права человека в России, питаться от той землины, которой ты берешь, от того труда, от того продукта, который там есть, тогда экономика станет здоровой, и не нужна будет политика, можно будет через компьютеры распределять какие-то крупные, небольшие деньги, продукты, а дальше заниматься с очень прочим. Все, здорово. Поехали.